Но боролись за звание лучшего сегодня и трактористы-машинисты. В Тюменском районе на базе Учхоза прошел четвертый региональный конкурс профмастерства. Оценила накал страстей Нина Михайловская. Под палящими лучами солнца они чувствуют себя комфортно, как на работе. Хорошо, что не дождь, но даже тогда конкурс «Лучший тракторист-машинист» состоялся. Напутственные слова и золото на золотом. На конкурсе действительно золотой фонд, лучшие механизаторы, победители районных соревнований. Всего 32 участника, 23 действующие из хозяйств муниципалитетов, остальные студенты. Как обычно, теория, практика и фигурное вождение. Задания остаются прежними, а вот машины меняются. В прошлые годы были джандиры, в этом белорусы. Трактора разные, плуги разные, методика, так сказать, спашки улучшается. Ну или, по крайней мере, мы видим, что люди, участники конкурса более подготовленные приезжают. Уже не так, как на первый конкурс. Там многие прописные истины приходилось объяснять. И вроде ничего сложного, вспахать небольшой участок. Но выполнить задание нужно идеально и в строго отведенное время. Зачастую мешает волнение. Для большинства участников это состязание не первое. И бывает, на пустом месте совершают ошибки. Вот, по-моему, я взял тоже сейчас, не выключил аварийку. Оно все же потихоньку входит. Грамотно заехать в гараж, как сейчас. Выполнить змейку. И все это соблюдая правила дорожного движения. На площади 23 сотки. Требует определенного мастерства от участников. И это фигурное вождение. Не все элементы задания механизаторы используют в реальной работе. Если в гараж заезжают-выезжают регулярно, то змейка на поле не нужна. Да и работают на тракторах, на которых соревновались далеко не все. А вы тренировались? Нет. Вот прям сели первый раз и поехали? Вообще на этом тракторе первый раз в жизни еду. Спросил, там показали, чего куда включать и вперед. Победитель представит Тюменскую область на окружном этапе конкурса «Лучший тракторист-машинист». Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюменское время.